Нао-робот поможет детям развить внимательность. Программу разработали ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники совместно с коллегами из Японии. Первый эксперимент провели удаленно. Сам робот находился в Томске, а команды для него с помощью специального шлема задавались с острова Хансю из университета Киота. Специалисты уверены, программа позволит развивать внимательность у детей с гиперактивностью. А вот что думают психологи и родители таких детей, расскажет Наталья Михайлова. Будем говорить «поднять руки». Вот он у нас понял. Он поднял руки и отпустил правильно. Нао показывает четыре движения. Задача ребенка — их запомнить и попросить робота повторить в той же последовательности. Все прописано в программе. Первый эксперимент ученые Тусура провели с помощью коллег из Японии. Там человек в специальном шлеме задавал команды, а робот, будучи в Томске, их исполнял. Разработчики считают, что программа поможет развить внимательность и в первую очередь детям с гиперактивностью. Правда, пока говорить о широком использовании рано. С нашей точки зрения реализованная идея, эта разработка может быть положена в основу терапевтических методов, которые применяются при работе с детьми. Мы очень надеемся, что цена этих роботов со временем будет снижена до того порога, когда этих роботов могут позволить себе приобретать и детские учреждения, и школы, и детсады, и ясли. Пока ученые надеются на востребованность своих идей, родители детей с гиперактивностью ежедневно вынуждены решать их проблемы. Семьи Светланы Пановой роботов нет, и молодая мама уверена, ее пятилетнему сыну с диагнозом аутизм и как побочное следствие гиперактивность помогают другие родительские технологии. Подобные технологии не дают вам точной гарантии, что будет при воздействии. Есть бак, к примеру, ребеночек в наушниках сидит, мелодия обрабатывается. Кому-то подходит такой метод коррекции, кому-то не подходит. А в случае наших детей только пробовать остается. Естественные варианты воздействия, они, как сказать, я думаю, продуктивнее, просто надо терпение больше. Светлана старается внимательнее наблюдать за мальчиком. Мужа поняла, к примеру, чтобы сын сел и сосредоточился, предварительно ему нужна физическая нагрузка. Но в меру психологи добавляют. Первое, с чего начинается их работа, это принятие любого ребенка. Для меня это очень важно, наладить для начала вот этот контакт и делать его со временем чуть подольше. Когда они раскрепощаются и видят, что их принимают такими, какие они есть, они становятся более контактными и они уже тогда включаются и в другого человека. Для этого нужно время. Робот, которого дети воспринимают как игрушку, поможет им быстрее продвигаться в своем развитии. Правда, пока это только эксперимент. Наталья Михайлова, Алина Штарк, Владислав Кочетов. Новости здесь, Томск.